У Хабирова хватает наглости после того, как он инициировал задержание более 300 человек рядом с Баймахским нарсудом. Там было задержано более 300 человек. Уже 76 уголовных дел возбуждено. Это инициировал все Хабиров. Спровоцировала команда Хабирова. И после этого он ездит и нагло врет людям, что объявлен мораторий на всю площадь на Зауралье. Это наглая ложь. Он говорит, что Роснедра наложили мораторий, он с ними договорился. В свою очередь Абдрахманов, начальник этой межведомственной комиссии, он говорит, это мы договорились. После этого Грицук говорит то, что уже в 23-м году наложен мораторий до 30-го года. Про Грицука я отдельно скажу. Отдельное видео запишу, как он врал и до этого. И вот вся эта команда Хабирова и Грицук, он здесь возглавляет Башнедра, и вот этот Абдрахманов и Хабиров, они нагло врут. Потому что пришел официальный ответ за подписью из Роснедр. Это федеральное агентство по недропользованию Роснедра за подписью Гирмаханова Асланбеха Асхатовича, заместителя руководителя. Сейчас я зачитаю. Все, о чем я говорю, в видео прикреплены. Посмотрите, как они там врут. А сейчас вот зачитываем. Это вот ответ за подписью заместителя руководителя Гирмаханова. Так, в отношении моратория на выдачу лицензии на территории Республики Башкортостан сообщаем следующее. В соответствии и там вот приказы, все это. Так, участок недр Зауральская площадь, расположенная Республика Башкортостан, включает все территории Баймакского, Училинского районов, включает перечень, включен в перечень перспективных участков на проведение работ по государственному геологическому изучению недр. Какой мораторий? Наоборот, наоборот, перспективные участки включен в перечень. Продолжаем дальше. Дальше получается Училинский район, включая в себя территорию Училинского района, Сибайская площадь, включенный в перечень объектов геологических, так, геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые. То есть и Сибай, и вот Баймакская, Баймакский район, Училинский район, включая Сибай. Все это включены в геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые. Опять же, никакого моратория нет. И вот, не буду это зачитывать полностью письмо, потому что это... Очков нет, со зрением плохо. В свою очередь, мораторий на предоставление права пользования недрами на всей территории Республики Башкортостан не установлен. Заместителю руководителя Гермаханов А.А. Что-то вот мне верится именно вот этому заместителю руководителя из Роснедр Гермаханову, но не верю я ни Хабирову, ни его вот этим вот людям, которые представляются такими этими охранниками природы. В общем, врут и министры, и замминистры, и руководители Башнедр, и сам Хабиров нагло врет. Врет гражданам Республики Башкортостан. Мы с федеральным агентством по дендропользованию договорились, я им объяснил, я говорю, давайте мы пока это остановим, пока не наведем порядок. Поэтому до 30-го года моратория. Мы никому больше лицензию на разработку золота рассыпным образом не даем. Работа международной комиссии удалось наладить соответствующую работу, в первую очередь, с федеральным органом исполнительного власти Роснедра, который выдает соответствующие лицензии. И результатом вот этой деятельности стало введение моратория уполномочного органа государственной власти Роснедра на выдачу лицензии. Осуществлен мораторий на добычу золота рассыпным способом до 2030 года. Выдача каких лицензий заморожена в настоящий период? И с какого времени? Заморожена, не заморожена, как таковой, условно говоря, мораторий наложен на все Зауралье. Это все районы Училинский, Обзелиловский, Баймакский, Хайболинский, Зилаирский. С какого времени и до какого? Приказ Роснедр вышел в начале 2023 года, и пока он действует до 2030 года. Роснедрами введен мораторий до выдачи новых лицензий. Самое главное, мы с федеральным агентством по недропользованию договорились. Ну что сказать, бумаг нет, мораторий не подписан, но со слов Хабирова он же договорился, все по-пацански, и он, как говорится, за базар отвечает, за сказанные слова. Это не мои слова, это слова Хабирова. Вот именно по этой причине, потому что Хабиров не справляется со своими должностными обязанностями, именно поэтому люди выходили на сходы, именно поэтому напротив рай суда в городе Баймак люди кричали, скандировали Хабирова в отставку, именно поэтому Хабиров спровоцировал вот эту всю ситуацию в Баймаке, именно поэтому сейчас честные люди находятся под уголовными статьями, а Хабиров возглавляет нашу республику. Знайте, люди, это, знайте, распространяйте, пусть вся Россия видит то, что у нас в республике происходит. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, это все нужно, чтобы вся Россия видела.